Привет, друзья! Давно просили меня записать видео о свечной дельте и о том, как она может помочь нам в момент открытия сделки. Момент открытия сделки является очень важным для интуитивного трейдера. Скажем так, ключевым моментом. И здесь нужно уделять очень пристальное внимание деталям. Свечная дельта позволяет понять, кто еще вместе с вами и в какую сторону набирает свою позицию в тот момент, когда у вас созрело желание открыть сделку. Возможно, еще у десяток и сотен трейдеров появилось такое же желание в этот же момент. Тогда нужно задуматься о том, стоит ли ее удерживать или, возможно, лучше подождать какого-то выноса и потом перезайти. Потому что инструментов, которые мы торгуем, ликвидных на товарном, валютном рынке, индексах, их можно пересчитать на пальцах двух рук и ног. А трейдеров среди 7 миллиардов населения нашей планеты, которые имеют доступ и выход на биржу, их тысячи и десятки тысяч. Потому здесь нужно смотреть, что происходит в тот момент времени, когда вы хотите войти в позицию. Возможно, если не заходят трейдеры вместе с вами, возможно, в этот момент как раз алготрейдеры из инвестиционного фонда или алгоритмические системы начинают набирать позицию против вас. Это тоже неблагоприятно. То есть, если мы видим в свече, в которой мы открываем сделку, к примеру, начиная расти дельта против нашей позиции, здесь тоже нужно, скорее всего, подождать, посмотреть, что будет происходить. То есть, вот эта оценка баланса сил покупателей и продавцов в моменте открытия сделки помогает сделать свечная дельта, а именно больше всего как раз дельта по количеству сделок, да, не классическая дельта по объему. Потому что она, как показывает практика, нам мало о чем говорит, а именно дельта по количеству сделок. Вот сейчас мы разберем эту дельту на примере точек входа по золоту. Итак, поехали! Я буду рассматривать только те моменты, где присутствуют HFT объемы, потому что для меня это является точкой отсчета. То есть, это момент, где я могу поставить стоп-лосс и получить хорошее соотношение риска и прибыли. Потому, помимо образования HFT объема, если вы хотите более детально изучить момент входа, необходимо открыть и посмотреть свечную дельту. Желательно это смотреть на 5-минутном графике. То есть, если у меня рабочий таймфрейм 15 минут, а оценка ситуации идет на дневке и потенциала, в принципе, перспектив движения, то именно в момент точки входа нужно открыть 5-минутку и посмотреть, что там по свечной дельте. К примеру, если мы хотим продать дорого. То есть, когда мы продаем дорого, это самые, скажем так, потенциальные возможности по соотношению риска-прибыль, но по вероятности они очень неблагоприятные, потому что, скорее всего, движение продолжится, либо как минимум будет вынос, потому здесь свечную дельту обязательно нужно рассматривать. Вот, к примеру, возьмем вот этот момент образования HFT объема. То есть, цена остановилась, немного отстоялась, и здесь идет опять усилие, то есть, большое количество сделок. Кто покупает в некомфортных местах? Это чаще всего профессиональные трейдеры или фонды. Они покупают, то есть, они не смотрят на то, дорого или дешево, как частные трейдеры в основном смотрят. Они смотрят на то, сколько можно извлечь прибыли, есть ли потенциал и вероятность на вероятность движения. Соответственно, здесь вот как бы вроде бы уже дорого в этой области, но вот это усилие, оно нам говорит о том, что, скорее всего, будет продолжение какой-то тенденции. Тем более, это усилие было на объеме. В принципе, здесь вот небольшое усилие было. Здесь вот когда идет и покупки, и продажи, то я считаю, что здесь есть баланс. То есть, соответственно, эта информация нам не несет какой-то ценности. Для частного трейдера ценность несет информация о дисбалансе. Это прежде всего, это самый ключевой момент. Потому, если идет баланс по покупкам и продажам, мы эту информацию игнорируем. И принимаем во внимание там, где есть дисбаланс. Вот здесь уже есть дисбаланс покупок. То есть, в зоне, где уже дорого, присутствует большое количество сделок на покупку. Соответственно, если здесь появилось желание продать, то, увидев такое, желательно позицию свою ликвидировать. Для того, чтобы посмотреть, как будет развиваться дальше эта ситуация. Это то, что касается ситуации. Если вы вошли в сделку, и после этого, или же уже прямо на этой свече, дельта начинает набираться не в вашу сторону. Большое количество сделок происходит. Вероятность очень большая того, что это движение продолжится. Итак, давайте рассмотрим еще другие ситуации. Золото 29.06. Когда же на вот таких проливных свечах сильных растет свечная дельта, это означает, что трейдеры из фонда включают алгоритмический набор позиций актива со скидкой. В таких свечах не покупают обычные частные трейдеры. Частные трейдеры ждут остановки. Вот это нужно понимать и определять, кому принадлежит эта свечная дельта именно в таком контексте. Потому что в разный период времени, в разных ситуациях, она принадлежит разным деньгам, скажем так. Вот когда уже прошла остановка, вот здесь, мы видим, что тут уже затухание идет. Тут уже нет таких покупок. Во-первых, и объемы затухли, и покупок уже таковых нет. То есть, это для нас говорит о том, что, в принципе, здесь еще покупать страшновато. Все равно. В этих свечах было очень страшно. А здесь трейдеры еще не готовы входить в позицию. Но мы видим, что цена уже остановилась. Соответственно, вот когда происходит такой алгоритмический набор на нисходящих падающих свечах, и плюс вот такие контратаки сильные, видите, хвосты. То есть, получается, что здесь было вроде бы большое количество на продажу. Скорее всего, оно вызвано срабатыванием стоп-ордеров. Вот мы видим по HFT объем, что это были стоп-ордера. Но эти все стоп-ордера, они были даже выкуплены. Весь объем предложения был выкуплен. И, соответственно, это для нас дает информацию, предпосылки о том, что можно сработать на покупку. Но вот если сильный рост дельты, к примеру, происходит уже после того, как произошло снижение, то снижение произошло, как вы видите, здесь не было бай дельты. Вот остановка свеча на покупку зеленая. И здесь огромнейшая просто свечная дельта на бай. То есть, большое количество трейдеров, когда увидели такую картину, то есть, первая коррекция после восходящего движения. И, возможно, они тоже захотели купить. То есть, когда такая ситуация, она рассматривается как не очень благоприятная. Если бы такое происходило на вот этой свече, на падающей свече, где никто не покупает, это было бы более благоприятно. Здесь же это уже говорит о некой опасности. Потому стоит подождать, посмотреть, как будут развиваться события. И даже открывать внутридневной трейд в той точке, где заходят все, это достаточно опасно и, по вероятности, не дает нам преимущества. Итак, вот если посмотреть, к примеру, вот такую ситуацию, хотя тут нету каких-то предпосылок особых для того, чтобы входить в позицию, но дельты тут разнонаправленные. То есть, то, что я говорю, они компенсируют друг друга. И получается, что мы их не берем во внимание. Если одна дельта приблизительно плюс-минус то же количество на покупку, вторая дельта на продажу, соответственно, они просто будут компенсировать друг друга. Итак, давайте посмотрим ситуацию. Вот эту, 23 июня. Стоит обратить внимание на вот этот момент тоже, когда на восходящей свече, вот здесь, происходит сильная контратака по количеству сделок, несмотря на то, что дельта по объему у нас положительная. То есть, получается, что загасили этот восходящий импульс. Здесь инерционное движение еще снимает ликвидность, снимает стоп-лоссы, которые здесь были на этом уровне. И, соответственно, вот эта свеча тоже очень большое количество сделок на продажу. То есть, когда другие трейдеры уже смотрят на эту ситуацию, то она, соответственно, выглядит вот таким образом. То есть, уже после вот этой свечи. Вот здесь, да? То есть, здесь еще никто не принимал решение. Вот когда произошло закрытие этой нисходящей свечи, тогда уже трейдеры смотрят на эту ситуацию, насколько они готовы продать. И мы видим, что никакой активности, абсолютно, нулевая активность в этой зоне. То есть, все сомневаются. Это для нас, в принципе, идеальная возможность, идеальная ситуация на продажу. То есть, получается, мы можем зайти без пассажиров и против нас никто не становится. То есть, в такой момент можно рассматривать открытие сделки. Вот тут еще одна сделка произошла. Свеча закрылась. Вот на этих двух свечах практически ничего дальше не происходило. Хотя, если бы здесь было желание продавать у толпы, то, соответственно, здесь бы количественная дельта тоже было бы. Большое количество сделок на продажу было бы. Нет, этого не было. Потому вот такую ситуацию рассматриваю как благоприятную для открытия короткой позиции. Так, давайте дальше посмотрим. Вот здесь момент. Знаю, что здесь многие ловили дно. Но вот первый звоночек, что в этой ситуации еще будет калашматить. То есть, вроде бы ничего не происходит. Цена стоит и вдруг заходит большое количество сделок на продажу. В одной свече 186 сделок на продажу. О чем это говорит нам? О том, что есть вероятность того, что будет еще выносить. Если даже будет какое-то движение восходящее, оно будет незначительным. И дальше, возможно, тенденция продолжится. Что, в принципе, и произошло. Эти ситуации я не буду рассматривать, потому что здесь новостная ситуация. То есть, это после ФРС, импульс и так далее. Здесь уже рынок успокоился. То есть, трейдеры уже смотрят, чтобы купить золото подешевле. Естественно, после этого золото не может сходить сильно высоко. То есть, оно немножечко дало откат, но потом все равно произошел вынос. Вот на этой свече видно, какое количество и объем сделок здесь вынесли по стоп-лоссам. Вот этой свече. Стоп-лоссы стояли абсолютно на разных ценовых значениях. И все они сработали в одной свече пятиминутной. Вот когда заходишь вот здесь, и видно, что вот на этой остановке разворотной формации зашли пассажиры, то понимаешь уже в глубине души, что будет скорее всего стоп-лосс. То есть, пару свечей успокоения и уже активизация трейдеров на покупку. Вот в этом месте уже другое дело. Уже контратаковали очень сильно на проливной свече. И здесь тоже. Сильные, мощные контратаки. После чего идет движение и, соответственно, разгрузка ликвидности. Стопики трендовиков, которые вот здесь стоят, благополучно об них была закрыта позиция, которая здесь была принята. Умными деньгами. И что мы видим? Есть ли здесь какое-либо желание продавать? Оно отсутствует. Никакого желания. Плюс-минус. Купили, продали. Повозюкали туда-сюда и все. Хотя, это момент, после которого начался очень сильный нисходящий тренд по золоту. Цена, да, немножечко отстоялась. После того, что пошло снижение, еще отстоялось. И после этого очень сильное нисходящее движение. Но, тем не менее, ситуация, которая никого не привлекала. Вот именно такие ситуации, они имеют меньший риск выноса стопов, чем те ситуации, в которых мы видим в свечной дельте явную активность, ту или иную сторону. Только поймите меня правильно. Это не значит, что если вы видите контратаку на падающих свечах, вы уже после этого в сделке. Нет, это абсолютно не так. Вот, к примеру, сильная контратака. И что после этого? После этого снижение. То есть, это оценка локальной точки входа, ситуации в моменте. Но оценку нужно производить более широко. То есть, нужно уже использовать и дельту накопительную, кумулятивную, так скажем, дельту. И открытый интерес подключать коммерческие уровни, которые могут остановить цену. То есть, спрос возникнет от хеджеров или коммерческих трейдеров. Это опционные сделки, крупные. Тоже дает нам информацию о том, что, может быть, это зона источником движения. Но на основании просто одной контратаки, конечно же, не стоит принимать решение о входе в позицию. Вот интересный момент. Тоже очень сильная контратака. Заметьте. На падающей свече мощнейшая. С длинным хвостом. Дельта по количеству сделок. Здесь затишье. Еще страшно покупать. Здесь уже дорого. Потому что стоп очень длинный. Его обычно за минимум ставят. Но алго-трейдеры добирают позицию. Здесь уже, естественно, вообще никто не будет покупать. Потому что очень дорого. То есть, нету конкурентов. Если вы будете заходить в такую ситуацию, то, соответственно, вероятность того, что цена еще раз пойдет вниз, она очень низкая. И цена идет себе прекрасно наверх. После чего происходит разгрузка данной позиции. В общем, давайте подсуммируем. Первое. Если большое количество трейдеров зашло вместе с вами в том же направлении, это не есть окей. Второе. Если же большое количество сделок против вас, это не есть окей вдвойне. Скорее всего, эта тенденция продолжится. Третье. Если в весьма страшноватых местах контратакуют, это есть информация, что мы можем присоединиться к ним. Найти хорошую точку с хорошим соотношением риск-прибыль и присоединиться. Четвертое. Если там, где дорого уже, большое количество покупок, или там, где уже дешево и все покупают, но там большое количество продаж, то, скорее всего, эта тенденция еще продолжится. То есть, это еще не закончился тренд. Понятное дело, что это мое субъективное мнение, которое приобретено опытным путем, и оно не претендует на истину в последней инстанции. Но я убедился в том, что свечная дельта является незаменимым инструментом при анализе точки входа. Если мы хотим меньше ловить стопов и не заходить там, где большинство заходит, или не заходить там, где против вас работают институционалы. Трейдинг это, в принципе, сфера, где всегда недостаточно количества информации для принятия решений. Ее все время не хватает. Потому, если есть возможность проанализировать то, что может повлиять на цену, это нужно делать. Потому, что решение все равно придется принимать в условиях ограниченного количества данных, оперируя с вероятностями. Потому, чем больше факторов у вас в фокусе, тем более качественно будет у вас решение. Ну, на этом все. Желаю вам хорошего дня и на связи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!